Итак, в этом уроке мы с вами разберем еще три инструмента из группы ретуширования, последних на данный момент, и потом уже будем переходить к другим видам инструментов. Эти три инструмента я еще называю как бы так стебными, потому что я их все время использовал, чтобы стебаться над фотками друзей и товарищей. Итак, в принципе вы сейчас все поймете сами, давайте пройдем в папочку с уроком и в комплекте с ним я дал фотографию, называется 1351, переносим ее в фотошоп, как я ее нашел вообще, вбил в Яндексе запрос смешные рожи и получил вот такое вот чудо веселое. В общем, фотка через край просто позитивная, и сейчас мы будем делать ее еще позитивнее, немножечко поиздеваемся над бедненьким ребенком. Итак, начинаем. Делаю размер один к одному, и следующий инструмент, который мы будем выбирать, это инструмент затемнитель, давайте выберем. Итак, что этот инструмент позволяет делать? Он затемняет тона вообще, тут в принципе выбираем просто какие тона будем, выбирать тени делать, то есть видим какая тень получается, выбираем средние тона, получается вот такое затемнение, и выбираем подсветку. Получается вот такое затемнение. Так, давайте это все назад сделаю, и здесь выберу средние тона, как у нас и было. Далее, X-Pro, короче, так и не знаю, как это все называется, но здесь интенсивность опять же проявляется. Чем выше, тем будет жестче, ну, провыше, и, короче, больше интенсивность от этого повышается. Итак, опять же назад идем, сделаем 50, как и было, и теперь давайте мы, так, кстати, если мы наведем на эту шкалу, должна появиться экспозицию, экспонир, короче, фиг я узнаю, что это за слово там такое, не имею в виду сокращенное. Ну, в принципе, будем называть это интенсивность. Давайте поставим 50%, и здесь вокруг глаза, обратите внимание, начинаем это все туго обходить. Так, вот так, поближе, сделаю немножечко поменьше, и начнем. Издевательство над ребенком. Так, 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 так. Видим, как все получается. В принципе, это будет у нас своего рода настоящий феник. Видим, подбитый глаз получается. Если мы сделаем кисточку чуть-чуть побольше, то можно будет феник сделать тоже немножечко побольше. Ну, вот такой вот у нас фингал получился. Так, сразу говорю, делаю наскорую руку, поэтому, возможно, маленькие ляпы здесь. То есть, не совсем он равномерный по освещению, но ничего страшного. У вас должен получиться красивее, я сразу говорю. Далее идем. Ну, думаю, с затемнителем понятно. Дальше идет инструмент-осветлитель. В принципе, за всю свою историю я его использовал, ну, понятно, для осветления, во-первых, тонов. Но еще я его использовал, если я где-то намудрюсь фингалами, чтобы сделать их посветлее. Но это было раньше. Сейчас, конечно, я уже более грамотно фингалы расставляю. Но видим, что это все можно, в принципе, исправить довольно-таки быстро. Так, давайте это все назад поставим. Тут, в принципе, тоже рассказывать уже не прошло. То есть, тот затемняет, этот, наоборот, осветляет. Теперь давайте поговорим еще про один инструмент-губка. Если первые два работали с тонами, то губка работает с насыщенностью. Итак, обратите внимание, практически то же самое меню атрибутов. Но здесь только два пункта в режимах. Снизить насыщенность и повысить насыщенность. Если мы снизим насыщенность, давайте мы его снизим на каком-нибудь ухе. То обратите внимание, что у нас получается. Вот такая вот синяя ухо. Ну, уже серая. Ну, в принципе, похоже на отдавленную ушную раковину. В общем, медведь с детства наступил. И следующий пункт, он, наоборот, повышает насыщенность. Давайте мы повысим. И при помощи этого атрибута, например, можно накрасить хорошо губы. Видим, какие они яркие становятся, прям такие. О! Вот так вот. Ну, думаю, в принципе, три этих элемента мы рассмотрели. Теперь в вашей власти полный контроль фотографий. За исключением еще одного момента деформации. Это мы будем проходить позже. Там уже можно сделать вообще все, что угодно с любой фотки. Итак, надеюсь, вам этот урок понравился. Вы сейчас сидите, улыбайтесь. И до встречи в следующих занятиях. Спасибо. Спасибо. Спасибо.